Издательство «Миф» представляет Глава 1. Как найти смысл в работе, даже если она скучная? Мортен Хансен, Датчер Келтнер. Что вы ощущаете, когда работаете? Собственную значимость. Пустоту. Американцы трудятся в среднем от 35 до 40 часов в неделю. За всю жизнь набегает примерно 80 тысяч часов, вероятно, больше, чем вы общаетесь с собственными детьми. Что вам дает работа помимо зарплаты? Это один из самых важных вопросов. Грустно признавать, что ваш труд может недоставлять радости и быть тягостной обязанностью, высасывая физические и душевные силы. И все же многие работающие люди чувствуют себя именно так. В результате одного обширного исследования выяснилось, что лишь 31% сотрудников ощущают, что их работа важна. Тем не менее, профессиональная деятельность может приносить удовлетворение, несмотря на то, что очень многие недовольны своей текущей работой. Как же научиться находить смысл в том, что делаешь? Изучив ряд книг по организационному поведению и психологии, мы составили список мотивирующих факторов работающего человека. Многие теоретики делают упор на потребностях, мотивации, статусе, власти, общении. Вопрос, какой смысл в работе? Вкладывается следующее содержание. Человек получает некую ценность, и это не то же самое, что значимая работа, то есть выполнение важного задания. Профессиональная деятельность – одна из главных сфер жизни, наполняющая наше существование смыслом. Прежде чем перейти непосредственно к нашему списку, важно отметить следующее. Сколько людей, столько и смыслов, у каждого свой. Социальная значимость разных профессий различна. Цель Вклад в общество Некоммерческая организация «Кива» предоставляет микрозаймы небогатым людям для налаживания небольшого бизнеса и улучшения качества своей жизни. Очевидно, что цель этой деятельности прекрасна – помочь нуждающимся, и она совпадает со стремлением прожить наполненную смыслом жизнь и своим ощутимым вкладом принести пользу обществу. Проблема заключается в том, что у большинства работающих людей нет такой высокой цели. И вот почему. Либо они выполняют рутинные обязанности, либо, приходится это признать, у компании нет социальной миссии. Те, кто критикует корпоративную культуру, например, исследователь в области экономики Умерхак, считают, что у работы, которая заключается в том, чтобы продавать больше бургеров, газировки, модные одежды и других товаров массового потребления, иной цели и быть не может. С этой точки зрения слоган компании Кока-Кола «Откройся счастью», не более чем громкие слова, лишенные смысла. Но другие ученые, например, Тереза Амабайл и Стив Крамер, доказывают, что смысл можно найти в любой работе. Подробнее об этом слушайте главу «Девятую силу маленьких побед». Это удается организациям, основой деятельности которых является социальная ответственность. Например, компания «Даноне», крупный производитель йогуртов с оборотом 25 миллиардов долларов, сконцентрировалась на реализации полезных продуктов питания, в результате ей пришлось продать подразделения по выпуску печенья. Лакмусовой бумажкой здесь служит то, насколько сотрудники осознают, что их работа позволяет благоприятно влиять на жизнь других людей. Если это так, значит, они считают свою профессиональную деятельность значимой. Многие магистры делового администрирования, MBA, стремятся получить работу в таких компаниях, как McKinsey, BCG и других консалтинговых фирмах в надежде быстро приобрести ценные навыки. «Дженерал Электрик» известна тем, что из ее стен выходит SEO, а те, кто страстно желает стать маркетологом, учатся этому ремеслу в Практа Энд Гэмбл. Работа дает нам возможность учиться, расширять кругозор, лучше понимать себя. Особенно велико значение саморазвития. Достижение Работа позволяет нам достигать каких-то результатов и получать за это признание. В итоге мы испытываем удовлетворение и уверенность в себе, наша самооценка повышается. Документальный фильм «Мечты Дзиро о суши» повествует о том, как великий мастер суши из Японии посвятил свою жизнь тому, чтобы научиться идеально готовить это блюдо. Некоторые критики вроде Люси Келлуэй из газеты Financial Times не считают такие поступки по-настоящему социально значимыми. Но стремление главного героя фильма к совершенству в своем деле дарит мастеру глубокое чувство удовлетворения. Престиж Статус На фуршетах часто можно услышать вопрос «Кем вы работаете?». Если вы ответите «Я врач Гарвардской медицинской школы, собеседник без труда определит ваш социальный статус». Ради этого кто-то готов на изматывающие ночные смены. Человек, работающий в известной, солидной компании, пожинает плоды в виде уважения и признания и ощущает, что его труд небессмысленен. Власть Пол Лоуренс и Нитин Нориев книги «Жаждущие власти» отмечают, что для тех, кто испытывает тягу вершить людские судьбы, работа предоставляет прекрасные возможности. Возможно, вы не входите в их число. Но в противном случае, понимая, что профессиональная деятельность открывает доступ к власти, вы обретете смысл жизни. Социальное признание Чувство принадлежности Некоторые компании, например, Southwest Airlines, изо всех сил стараются создать особую атмосферу в своей команде, стремятся к тому, чтобы у людей появилось чувство принадлежности к определенному сообществу. Сегодня мы все чаще обнаруживаем, что в сущности-то одиноки, и жаждем обрести возможность формировать дружеские связи, найти близких по духу людей. Роберт Паттнам, автор книги «Боулинг в одиночку», в качестве метафоры проводит параллель между упадком, постигшим американские лиги игры в боулинг, и общей тенденцией отделиться от формальной социальной структуры. Работа может дополнять и заменять какие-то взаимосвязи, семью, общение с соседями, группы по интересам и так далее. Если она позволяет почувствовать себя частью определенного сообщества, ваша жизнь наполняется смыслом. Чувство значимости Люди ощущают, что работают не напрасно, если видят, что результат их труда важен для компании, к их идеям прислушиваются, а вклад каждого влияет на работу коллектива в целом. Чувство вовлеченности в процесс позволяет ощутить собственную значимость. Независимость Дэниел Пинг, автор книги «Драйв», отмечает, что независимость – это состояние, когда никто не диктует вам, что делать, и вы вольны выполнять работу по собственному графику. Это великий внутренний мотиватор. Некоторые люди сознательно выбирают виды деятельности, предполагающие большую самостоятельность. Например, предприниматели часто открывают собственный бизнес потому, что не хотят зависеть от начальников. Подобная свобода тоже наполняет жизнь смыслом. Несомненно, существуют и иные мотиваторы, но мы сделали акцент на особенно важных моментах. А что выберете вы? Что вы получаете от работы, которую выполняете в настоящее время? Совсем не обязательно искать множество факторов, позволяющих почувствовать удовлетворение от своего труда, иногда достаточно одного. Но стоит задуматься, если работа совсем не доставляет вам удовольствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова